здравствуйте здрасте спасибо как вы спрашиваете сразу лучше стало подтормаживает подтормаживает изображение сильно-сильно у вас к сожалению европейские ценности влияют и на интернет в том числе спрота без масла не бывает так ценности без плохой ну да шпроты без масла не бывает но я очень часто вижу в магазинах масло без шпрота кстати я не представился меня зовут зовут искандер из ташкента она знаете что надо хотя бы раз приехать хотя бы в одну из них и тогда не будете а киргизия как это киргизская республика киргизия киргизстан киргизия и так и так правильно рядом с узбекистаном из казахстана не понял зима нет у нас осенью только-только и то еще не полностью вступила в права сегодня было 23 позавчера а в позавчера все позавчера было плюс 6 так что по-разному такие как качели ну германии у нас очень нужен такой на 5 но у нас долин пасты такая погода такой солнечная германия уличная германия блин вообще-то откровенно говоря вообще-то я о политике не общаюсь это не в не мой контент и это мне не интересно но вот вам скажу потому что и не на стриме и поэтому могу себе позволить мне честно говоря очень обидно за германию то что происходит сейчас германии почему ну как бы это же был локомотив европейской экономики вообще-то и что сейчас сейчас что произошло это просто какой-то коллапс к сожалению это есть такое как говорится свет или ну хотя бы я не вижу потому что куда не посмотришь там останавливается там на простой начинается как-то такое строительство останавливается ну я сам как по профессии строитель объекты новыми начинаются заводы снимают смелы плохо просто вот у нас самое интересное в узбекистане мы уже этот этап прошли у нас было такое что да у нас вставали заводы у нас не было рабочих мест а сейчас уже это все потихоньку восстанавливается я просто даже радуюсь тому что не только заводы предприятия города живы у нас были города призрака которые было страшно проезжать лет пятнадцать назад он был просто жуткое зрелище а сейчас вот я был в эти городах они же ожирили расцвели как предприятия работают ну видите я сам-то из Литвы у нас да у нас фасады там устраивается какая-то реновация из джеттум но по поводу промышленность как у нас она была уничтожена ну девяносто как и везде почти так она и осталась уничтожена наша страна жила только из-за логистики ну да да потому что европейский транспорт в России не езжал езжал литовцы, поляки, болгары у нас транспортный сектор был очень развит все, сейчас закрылся сперва даже сперва, по-моему, даже Евросоюз нам закрыли сейчас закрылся, потом закрылся Россия-Беларусь там очень тяжело все, железная дорога тоже умерла, к сожалению ну, такое чувство, что делается все неблаго, а вопреки я просто наблюдаю за тем, что происходит в прибалтии странах тоже но ведь там сумасшедшая, молодежи-то там не осталось практически уезжая нет, если вы посмотрите у нас в 91-м было 3,7 миллиона где-то населения на сегодня, по-моему, там пишется 2,8, но если 2,5 есть, это самым лучшим в случае, да да, за 30 лет треть населения умеет слышать ну, это даже реально сильная война такой не приводит что треть населения ну, на то у нас демократия свобода слова да, да, да я наслышан наслышан про вашу свободу слова я сильно наслышан наслышан так что, блин ну, это вот классический случай того что вот Евросоюз в полном составу он просто сидя на этом суку он просто его отпилил я не знаю я может быть тупой честно говорю может быть у меня мозгов на что-то не хватает а не лучше ли было вообще Евросоюза-то дружить с Россией? а не с Америкой видите, я думаю как говорится у кого село вот у того и правило с другой стороны как говорится кто бы деньги платит тот и музыку заказывает и вот реально если посмотреть на то же самое лицо Ласи даже Польшу если мы сейчас получаем 5 копеек с Евросоюза и из этих 5 копеек как-то варим а могли бы получить 2 копейки с Россией 2 копейки с Евросоюза и сами заработать еще 10 но может опять сразу получить и мы вышли такой вариант что у нас реально там тяжело я знаю как говорится у меня есть друг в истории мы с ним разговариваем это человек моего возраста познакомились мы в чат рулетки и вот подружились когда встречаемся прям как это как старые старые знакомые и он мне так достаточно подробно тоже рассказывает об этом печально а других слов нет ну если так подумать 90-е годов у нас вообще печаль была ну да из-под Советского Союза потому что я думаю вы ну Средняя Азия там все эти республики вы так хорошо не жили как Прибалтик нет однозначно у вас уровень жизни куда как выше ну я думаю это из-за вас усилия или как говорится эти дотации которые там пошли а так вам не пошли из-за этого мы так и хорошо выстрелим ну как говорится деньги кто-то распределял так и решил что там надо это все и настолько было это быстро уничтожено моментально к сожалению у меня покойный отец очень интересную фразу говорил хотя сам был коммунистом таким коммунистом коммунистом потому что его советская власть воспитала он вырос в детском доме и того что он достиг он все достиг благодаря советской власти профессора архитектуры ведущий профессора архитектуры из-за но он всегда говорил ты знаешь сынок советский союз весь советский союз крамольные речи были в то время 80-е 70-е года это большой лагерь общего режима но узбекистан это самый теплый барак что я отрывал лагерь где содержится еда были какие-то связи я помню что приезжали самое интересное что даже прибалтийские молодежь прибалтийская не только прибалтики с россии с других республик приезжали в узбекистан поступать в институт моего отца даже так это было так в то время когда он был ректором института этого институт институт гремел на весь союз и вот приезжали и были связи общались худо-бедно мы понимали друг друга а что произошло для меня я же человек то есть уже уходящего поколения для меня это достаточно тяжело я просто вырос родился вырос в советском союзе и сейчас я понимаю я родился как говорится в самом-самом заказе от советского союза я не знаю не видел я только по рассказу таким вещам могу знать но если так подумать было дел очень много такой короткий срок по поводу развития и сейчас такие возможности что кто-то себя мог позволить отстроить не то что город не то что район а целое государство как были отстроены все и все подстроено ничего не было и это не ценится вот например 90-е годы помню в школе у нас было нормально пару раз в год приходили лесные братья люди из солидарума которые антикоммунисты были в советском союзе ну и нам объясняли как этот советский союз какой он плохой насколько он был плохой для всех и как он у них пожаловал Литву и что такое ну это уже в начале 90-х у нас это было как святое дело я понимаю свое определение эту ненависть к советскому союзу России и что это воспитали ну поколение старше ну вот ваше поколение как им мозги смогли поменять которые люди работали жили рыжали в советском союзе да 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 я вот этого я не могу понять я с вами полностью согласен потому что я встречаюсь с людьми с некоторыми моего поколения одногодки что сделали как переключили потому что нас учили мы учились по одним учебникам нас учили по одной программе и как так можно было я не знаю как так можно промыть мозги ну это действительно это была огромная работа огромная работа ну даже если так подумать не знаю никого там Ленина слова или каких-то его что ты можешь человек идеологию обучить и что он последователь на идеологии пока ты можешь перевернуть детские кровати ну ребенка только должен и начинать но этих людей поменяли когда они были уже взрослые состояния ну значит он что-то не знал какие лучшие технологии как это пользуется как это сделается да это есть история такой есть тоже я всегда любил до сих пор люблю историю что история очень быстро переписывается и меняется и людям верят помененные истории у меня было преимущество перед одноклассниками потому что у меня дедушка бывший лесной брать и я из его слов знаю рассказываю знаю что такое было чем реально эти люди занимались и мне когда это рассказывали в коже это было такое как говорится крещение если тебя рассказывает человек который это был там участвовал и тебе вообще другое рассказывать но я эту информацию не мог принять я больше верил участнику по-разному было как говорится даже быстрый лесной брать он закончил ветеринарное училище работал главным ветеринаром в колхозии был заядлым коммунистом он стал он ну видите в чем дело дело в том что не бывает человека без прошлого согласитесь то же самое это касается государства государства которые забывают про свое прошлое или перечеркивает его блин я сильно сомневаюсь что у него есть будущее у этого государства у нас сейчас таких живых примеров перед глазами у нас с вами очень много согласитесь ну да у нас литва мы очень сильно вспоминаем забитый литовский сняток и что вот нам обратно какие-то я слышала из всяких высказываний что Смоленск это литовский город Гродно литовский город ну ребята ну было и было ну знать надо проглотить эту пилюрку работать может быть не по территории что стали не велики а просто работать меньше воровать это хорошо это хорошо я не знаю вообще-то не знаю согласитесь вы или нет вот мое это ну это чисто мое субъективное мнение величие государства не в его размерах я так думаю то что мне надо исти извините было очень с вами приятно было с вами побеседовать всего хорошего может быть еще увидимся с вами до свидания до встречи вот такой вот внук лесного брата который стал коммунистом заядл интересная история как говорит Палыч ситуация